Первый этап регионального турнира «Шпага Сибири» прошёл 9 января в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 7 регионов страны. Впервые на этом турнире выступила шпажистка из Севастополя. Это 14-летняя Ева Хисматова. И сразу победа. В личном зачёте девушке удалось обойти всех своих соперниц и завоевать первое место. На «Шпаге Сибири» я очень порадовалась, удивилась, потому что в финале у меня был счёт финальный 15-4. Соперница буквально никак практически не могла нанести мне укол. Я удивлена этому, потому что до неё были соперницы гораздо сильнее, которым я выиграла со счётом 15-13, 15-14, у которых были действительно шансы на победу. На следующий день девушку ждал ещё один статусный турнир – первенство Сибирского федерального округа. Здесь спортсменка также отлично показала себя. Ей удалось добыть серебро. Ева – одна из самых многообещающих шпажисток севастопольской сборной, рассказывают наставники. У неё есть все необходимые для побед качества. И речь идёт не только о физических данных. Она одарённая в том плане, что у неё максимальные данные, скажем, для этого вида спорта – это раз, у неё есть характер, который, к сожалению, не у многих спортсменов есть. Ну и помимо этого у неё есть стремление и, скажем, уже небольшой опыт. Упорство, сила воли и регулярные тренировки. Ева проводит в зале в среднем по три часа шесть дней в неделю. Юных спортсменов учат не только техникам фехтования, но и развивают сопутствующие навыки, которые помогают побеждать. Например, ребят обучают ритмики и правильному дыханию, объясняют тактику. Но главное всё же – практика. У нас есть занятия технические, физические и тактические. Тактика в основной своей массе уже отрабатывается во время боёв. Без них просто на бумаге с карандашом очень тяжело объяснить человеку, что ему конкретно делать. Плюс анализ ошибок проведённых соревнований тоже имеет очень большое значение. Есть и более материальные составляющие успеха – финансирование. На соревнования в другой конец страны, подающий большие надежды Еве, пришлось поехать за свой счёт. По словам президента Федерации фехтования Севастополя, в нашем городе на успехи шпажистов местные чиновники обращают не слишком много внимания. Средств на нужды спортсменов часто не хватает. Заняв второе место на первенстве Российской Федерации, вынуждены были всю команду отдать Москве и Московскую область. Потому что здесь её не финансировали. Целиком вся команда уехала. Здесь они были названы нашим управлением беспреспективными, а там они через полгода стали чемпионами Европы, серебряными призёрами Европы, бронзовыми призёрами и так далее. Случилось это два года назад. С тех пор в Севастопольской секции уже успело подрасти следующее поколение юных спортсменов, которые тоже показывают солидные результаты. Однако эти ребята могут покинуть родной город из-за банального недостатка финансирования. А пока они продолжают упорно тренироваться и готовятся к следующим соревнованиям. В начале марта показать свои умения предстоит на первенстве России в Тольятти.